Приветствую вас, и если честно, я не очень понял ваш запрос. Вы говорите, подсказать вам, просите, просите, подсказать, как работать над собой. Да? То есть вы не рассматриваете возможность консультирования, вы не рассматриваете возможность работы с психотерапевтом, с психологом, вы не рассматриваете этой возможности. Вы предполагаете, что вы сможете над собой работать и сможете что-то произойти. То есть, что это изменится, например, это так, видимо, для вас получается? Или как? То есть вот, надо бы как-то определить, ну, для себя, что вы имеете в виду под этим всем. Что вы имеете в виду под работать над собой, да? И так далее. Смотрите, на данный момент у вас есть семья. У вас есть муж, которого вы, заметим, уже себе выбрали, который позволяет себе кричать на вас, да? У вас есть дети, которые тоже для чего-то были вами заведены, да? То есть вы зачем-то для чего-то решили их завести, несмотря на то, что между вами и вашим мужем есть серьезные проблемы, да? Ну, то есть, хотя бы в том смысле, в том плане, что он на вас кричит. То есть есть некая определенная среда, скажем так, да? Некая определенная социальная среда, в которой вы сейчас находитесь, да? То есть вы находитесь сейчас в этой вот социальной, в этой среде. И для того, чтобы вам работать над собой, нужно сначала поставить цель. То есть как вы хотите над собой работать, что вы хотите делать, ну, конкретно, что вы хотите делать, что вам нужно делать, да? То есть нужно, нужно, грубо говоря, сформировать запрос, в первую очередь. Запрос именно к психологу. Вот. А у вас нет, нет цели даже. У вас даже нет цели. Вот. Поэтому здесь мне кажется, что начинать нужно вот, с этого, с этих моментов, с этих моментов. Именно вот, с момента определения цели. Дальше. Я всегда, значит, была неуверенным в себе, боюсь, что глупо отвечу, сделаю, буду нелепо выглядеть. То есть здесь идёт у вас непринятие себя. Вот в том, что вы описываете, да, идёт непринятие себя. Соответственно, нужно рассмотреть, что именно и почему вы в себе не принимаете. Вот. Откуда вы это взяли, что, ну, вот, вас не должно быть, что это откуда возникло подавление, скажем так. Подавление сюда. Ну, вот. Откуда это возникло, вот. Почему это возникло, вот. Понимаете? Ну, вот это, это, это нужно распираться. Это, это нужно смотреть. Это нужно исследовать. Обязательно. Значит, а, вам мой коллега, а, рекомендовал уже составить список, да, вот, ну, составить список, например. На что вас, кстати, критикуют, что вас, эм, что вас людям не нравится, вот. Поэтому, не знаю, имеет ли смысл давать вам ещё один, э, такой же список, вот. То есть если, ну, если бы коллега вам список не дал, я бы вам предложил, э, упражнение. А так, конечно, не знаю. Но, в любом случае, э, здесь нужно, нужно, э, вам прийти к такой мысли, что, если вы хотите, чтобы в вашей жизни что-то изменилось, нужно, чтобы вы, э, были уверены в себе. Вот. А уверенность ваша в себе, она, понятное дело, э, сама по себе не придёт. То есть она уверена в себе, она нуждается в выработке, вот. А для этого нужно, чтобы вы ориентировались в своих, значит, в действиях, в своих поступках исключительно только на себя, а не на других людей. Ну, вот. А для того, чтобы ориентироваться на себя, нужно разобраться с теми подавляющими мыслями, с теми подавляющими установками, которые у вас имеют место быть. Да? Ну, вот. То есть, грубо говоря, грубо говоря, э, нужно проанализировать источники ваших знаний о себе. Нужно проанализировать источники ваших представлений о себе и подвергнуть их, эти источники, э, адекватной критике. Причём, ещё раз повторю, э, критика должна быть адекватной, то есть это не критика ради того, чтобы критиковать, да? Это критика ради того, чтобы понять, э, понять истины, понять значение, э, понять, может быть, э, лучший смысл. Вот. Эта критика только чисто ради этого аспекта. Вот. Значит, это в том, что касается неуверенности в себе. То есть, вот вы говорите, что я боюсь, э, сделать что-то не так, боюсь, что, э, буду глупо выглядеть и так далее. Что значит глупо выглядеть? Глупо выглядеть это значит пооценка других людей. А по какой причине оценка других людей для вас, для вас важна, да? Важнее, важнее, чем вы их стану. Вот. Это же не просто так, важнее, у этого же есть причины, да? По которым, ну, вы считаете, что оценка других людей более важна, чем, ну, чем ваше собственное представление. Ну, значит, вы привыкли себя подавлять. Вот. И это вот тоже есть основание того, что вы привыкли себя подавлять. Вот. Соответственно, вам нужно, э, сейчас, вам сейчас нужно вспомнить, э, что было, значит, в детстве вашем. Какие были, э, ну, например, наказания для вас, если вы себя проявляли, да? Вот. То есть, э, это, это всё очень важный момент. Потому что, без него, да, без этого момента, нельзя, вы не сможете, вы не сможете, э, двигаться вперёд. Ну, по жизни, смотри. Так, дальше идём. Эм, так, глупо отвечу. Э, смотрите, глупо отвечу, да, это, опять же, оценка. Э, это, опять же, оценка, э, того, как обо мне подумают другие люди. И, некритическое отношение, э, к этому, к тому, что, э, могут, э, подумать другие люди. Знаете? То есть, вы не задаётесь, э, вопросом, да, вы не задаётесь вопросом, э, о том, почему люди могут оценить вас глупо. Э, э, как вообще происходит оценка, э, по, ну, оценка поведения, да, э, людей. Вы об этом не задумываете. Вы об этом не думаете. А, думать же об этом нужно и, э, анализировать. Вот. Это вот такой аспект. Значит, следующий аспект, это то, как вы выстраиваете отношения. Вот здесь, конечно, надо бы, э, с вами, ну, пообщаться, э, хотя бы немножко, чтобы определить, как вы общаетесь с людьми. Э, э, что, э, что вы предлагаете людям, вот, при общении с собой. Что есть, ну, предложение, я имею в виду, как, как вы, как вы, э, как вы себя, э, людям преподносите. Так вот, ну, так вот, ну, так можно вам, э, здесь это сказать, да. Как вы себя преподносите людям, какие отношения, отношения вы с ними выстраиваете. То есть здесь вы можете, в принципе, э, сами к этой, э, ну, пройти, э, э, ну, пройти критически, э, вот, к данному аспекту. Вот, вы сами можете проанализировать. То есть вы, скорее всего, увидите, что отношения вы строите, э, э, по принципу, что я, ну, значит, ну, значит, внизу, а не вверху. Так, вот. То есть либо отношения я внизу, а не вверху, либо отношения я вверху, а не внизу. Вот. Что, бывает, э, тоже, что-то происходит, э, вот, но, э, гораздо реже. Да, то есть в основном, в основном, э, именно, вот, в основном, э, именно в основном, вы всё-таки э, э, спорционируете себя как книжек. Э, э, это анализ вашего, вашего общения с людьми, э, э, и, исходя из этого, исходя из этого, э, можно будет, э, сделать, ну, вот, определённые вы, определённые выводы уже о вас, да, о том, э, на каких основаниях вы, э, строите фундамент в твоих отношениях, э, понимаете? Ну, и здесь, э, вот, мой коллега сказал, да, что, э, значит, что вы это воспринимаете так. Я окей, да, то есть я не окей, вы окей. Это детская традиция. И действительно нужно анализировать отноши, э, ваши отношения с, э, родителями, потому что, э, модели поведения складывались, складывались, э, там. Что это всё оттуда, что всё оттуда идёт у вас. Вот. И не случайно, не случайно, совершенно, что, э, ну, ваши мужчины, ваши мужчины, они, э, похожи на тех, которые позволяют себе кричать, на, э, сейчас, ну, вашу маму, да, вот, это совершенно не случайно, потому что, э, мама принимала в этом участие, она позволяла себе, э, позволяла, позволяла ему кричать на себя, ну, вот, а вы теперь позволяете это делать, э, другим, вот, потому что, ну, вам говорили, это хорошо. Вот. Что это когда-то вы приняли решение, э, может, вот, жертвовать собой, да, э, ради, там, ну, ради чего-то, ради кого-то, э, вот, вот. Когда-то вами было принято такие, такие решения, э, вот, и сейчас вы, э, вы имеете дело с последствиями этих решений, вот, что, собственно, негативно на вас сказывается. Сказывается. Вот. Дальше. Так, э, мне попадались такие мужчины, как мой отец, он кричит, э, он кричит и называет мою мать. И что вы с этим хотите делать? Я сомневаюсь в себе выбранной, выбранной деятельности. Ну, э, чтобы говорить о том, что вы с себе сомневаетесь, да, чтобы об этом говорить, э, нужно, э, для начала, для начала, э, нужно, конечно же, э, рассмотреть, э, такую, э, такую сторону, такой момент, э, э, что вы, что вы подразумеваете вообще? Э, э, под собой, да? То есть, что вы, э, э, что вы в это, э, что вы в это вкладываете? Вообще. Э, вот. Вот. Потому что, э, от того, как вы понимаете, э, себя, э, зависит, опять же, то, как вы выстраиваете отношения, э, с людьми. Вот. Это первое. А второе, ну, необходим, э, необходим фундамент, э, необходим фундамент, а значит, чтобы в себе не сомневаться, а фундамент – это ваша, э, собственная система ценностей, вот, э, которая и служит вам опорой при при совершении тех или иных действий, э, за счет поступков и так далее. Эм, то есть, э, это очень важный момент для вас, э, если вы хотите это себе поменять. Да? Вот. Соответственно, э, э, в это можно включить, э, модель своего женского поведения, э, модель личностного поведения, модель социального поведения, поведения и значение для вас, э, э, института семьи. В целом. В целом. В целом. Эм, так. Дальше идем. Эм, значит, соответственно, выбранная деятельность, э, э, сомнения в выбранной деятельности, э, связаны, опять же, э, с тем, что вы, э, не ориентируетесь на, э, на, э, себя, не ориентируетесь на, э, э, свои, э, способности, на свои, э, ценности, э, вот, и ориентируетесь на, э, э, такие аспекты, как, надо, э, да, там, надо, э, э, должны, э, обязаны и так далее. Оттуда и, соответственно, э, ну, отсюда и сомнения у вас возникают. Вот. То есть, в принципе, в принципе, э, подобная э, позиция, да, это вообще-то нормально. Что, вот, э, 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 ну, в таком случае, если вы выбираете себе профессию не потому что она нам нравится и не потому что соответствует, э, э, вашим идеалам и ценностям, то, вот, появляется сомнение, сомнение, потому что, э, э, не очень нравится, что, то, что делается, ну, вы, да? Дальше. Мой муж, э, также может позволить себя наключать на меня и оскорбить. Э, нет. Нет. Э, это немножко не так, э, происходит. Э, я бы сказал, что это вы своему мужу, э, позволяете себя оскорбить и уничтожить. Вот. Это вы. Вы позволяете, э, твоему мужу, э, так себя с тобой выстить. Вот. То есть, вы же, э, ну, вот, вначале, когда, были, были в отношениях, вы же, могли ему, например, сказать, что, с вами, э, вести себя, э, так, ну, так нельзя. Могли. Но вы не сказали. Почему не сказали? Да. Из-за чего не сказали? Важный ли это момент? Да. Момент это очень важный. То есть, это не он. Тут, ну, вам нужно здесь взять на себя личную, личную ответственность. Вот. Возьмите на себя личную ответственность и, э, э, как бы здесь вот вам потребуется, конечно, э, менять, менять немного свои взгляды. Да? То есть, э, привычное восприятие, оно у вас, э, вот, такое, что, э, это мужчина позволяет себе, э, что это сам. Папа кричит на маму. Но, в действительности, э, это всё личная ответственность. Вот. Это всё личная ответственность. Личная ответственность, э, вас и вашей мамы. Вот. То есть, понятно, что вы в своём поведении, э, продолжаете, э, действовать. Как, как ваша мама. Вот. Потому что, э, она, э, является для вас, э, первичной, э, первичным ориентиром, э, э, ну, поведении. Э, ну, тем не менее, э, э, внутренним родителям, э, э, своей маме, э, ну, не говоря, ну, не учиться, говорить, нет. Вот. Нужно, нужно уметь договариваться с, э, мамой. Вот. Потому что, ну, а иначе, вы не свободны. Вот. Собственно, пока вы и не свободны. Я, дальше, э, я отрываюсь на детей. Так, вот. Видите, вы подавляете свои желания, подавляете свои эмоции. Вот. И, в итоге, э, значит, э, в итоге вы вставляете на своих детей. То есть, дети ваши, э, по итогу, да, э, страдают. Дети ваши страдают. Из-за того, что вы не можете, э, э, как бы, естественным образом, да, естественным путём, э, выразить свои чувства. Вот. И, здесь же, нужно, э, у вас, э, спросить, да, а какие, вот, по вашему мнению, да, будут дети у вас тогда? Вот. Вот. То есть, если, если вы, э, с ними вот так вот, так вот, э, себя ведёте. Да? То есть, мне кажется, что это, в принципе, очень важный момент. Вот. Вы, э, им, как бы, э, посылаете такой посыл, что, типа, свои чувства выражать, э, прямо не нужно. Вот. Можно выражать чувства только непрямо. Вот. И только, э, значит, э, когда, там, ну, например, совсем плохо. Допустим. Допустим. Да? Вот. И, соответственно, ваши дети, они будут, э, поступать по, ну, по сути, они будут поступаться так же, как вы. Вот. Вот. Но в этой истории, э, в этой, в этой, э, ситуации они будут, так же, как вы. Вот. И я не думаю, я не думаю, что это, э, для них это хорошо. Вот. Я не думаю, что для них это здорово. Поэтому здесь я порекомендовал вам подумать о том, чего вы хотите для них, для своих детей, вот, какой жизни вы хотите для них, ну, будущей жизни, вот. И из этого уже жизнь будет вам приходить, вот, видите, учатся у вас. Я срываюсь на детей и ощущаю 50-ты в жизни, потому что не принадлежите себе, да, потому что не делайте ничего для себя, потому что у вас нет личного пространства. Мне кажется, что здесь вот в первую очередь надо озаботиться именно тем, чтобы у вас было личное пространство. Здесь нужно озаботиться тем, чтобы оно у вас имелось, это самое, личное пространство, вот. Подумайте, подумайте о том, что бы вы могли сделать, для того, чтобы в вашей жизни была такая, такая, такая часть, такое, ну, такое, скажем, пространство, да, которое принадлежало бы только вам, вот. Вот. Подумайте об этом, да, то есть, чтобы не ощущать простоту в жизни, нужно не только делать что-то для себя, но и иметь личное пространство, вот, где вы могли бы отдохнуть, где вы могли бы расслабиться, вот, где вы могли бы привести свои мысли в порядок, вот, и так далее. Дальше. Мне не хочется никуда выходить одно, я не хочу недовольство мужа, я от этого устал. Ну, как вы понимаете, во-первых, то, что муж вас, очевидно, ревнует, ну, как мне показалось, что он ревнует вас, вот, и это, это само по себе уже является фактом наличия проблем у него, вот, и необходимым условием для обращения к психологу вам обоим, вот, но вы ведете себя так, как будто недовольство вашего мужа, ну, допустим, допустим, как-то относится к вам, вот, то есть вы почему-то ведете себя так, как будто муж, да, муж имеет право быть недовольным, вот, что это, конечно, вопрос к вам, вы говорите, что вы устали от того, что муж недоволен, но при этом, что вы делаете для того, чтобы, во-первых, показать ему, что его недовольство, оно не имеет под собой никаких оснований, а во-вторых, чтобы, самой стать менее, скажем так, менее независимой от этого. То есть здесь вот все зависит напрямую от вас, да, от того, насколько вы готовы сами действовать, насколько вы готовы сами делаться, что-то и так далее. То есть мне думается, что здесь ответить вам можно так. То есть устали от недовольства мужа, это, по сути, психологическая игра, эээ, все для тебя, в которой вы играете на данный момент, вот, и я не думаю, что это, эээ, что-то позитивно, эээ, скажется на вас, вот, ну просто потому, что, просто потому что, эээ, вы себя будете, эээ, продолжать, эээ, вы нажимаете до тех пор, пока, значит, либо, эээ, вы, эээ, либо вы, эээ, либо вы не заболеете, эээ, да, эээ, вот, либо не случится, эээ, нервный срыв или что-то еще. Вот, поэтому опять же здесь я рекомендую вам подумать, как следует о своих детях, вот, о том, как они будут жить дальше и так далее. Вот, эээ, так, сижу с детьми, когда пытаюсь удаленно учиться новой профессии, конфликты с мужем. А вы, эээ, Маргарита, не думали о том, ээээ, почему конфликты с мужем возникают? От того, что вы пытаетесь, ээээ, собственно говоря, ну, учиться новой профессии. Это первое. А, второе, второе. А, для чего вы пытаетесь ждить новой профессии? То есть, чтобы что? Какая, какая ваша цель? То есть, при чем здесь вообще муж? А, если, если, эээ, профессии, да, учитесь, учитесь, эээ, вы, эээ, при чем здесь муж? Вот тут мне тоже, эээ, кажется, нужно немножечко прояснить, эээ, ситуацию, потому что, эээ, вы учитесь, эээ, для мужа, да, или вы учитесь, все-таки, для себя. Вот. Так определитесь, определиться вам нужно здесь, эээ, со своими приоритетами, вот, определиться здесь вам нужно, эээ, со своими ценностями, опять же, опять же, да, вот, и уже, исходя из этого, можно будет, эээ, что-то вам порекомендовать. Дальше, так, я не учусь целый день, обыграю его по чуть-чуть, но здесь вы, как будто, эээ, знаете, как будто оправдываетесь, эээ, что-ли, перед нами. То есть мне вот этот, эээ, смысл, вот, того, что вы, эээ, делаете, да, то есть смысл, смысл, эээ, того, что вы оправдываетесь, эээ, лишь, эээ, подтверждает тот факт, что вы в себе не уверены, эээ, и вам нужно все-таки, эээ, в первую очередь, перестать оправдываться, да, вообще. Ну, потому что, эээ, вы ничего плохого не сделали, и, в принципе, вы можете, если хотите учиться целый день, при наличии, эээ, обеспечения детей, эээ, вот, всем необходимым. Эээ, вот, ну, опять же, опять же, понимаете, опять же, это, эээ, возможно, только если вы там этого захотите. Дальше, так, я, эээ, муж постоянно почти дома, накопилось, усталость, эээ, нет ни к чему, особого желания. Ну, это апатия, вот, апатия, это состояние, которое призвано, эээ, защитить вас от, эээ, каких-то, негативных аспектов, да, то есть, вот, например, вы не можете, эээ, сейчас, эээ, удовлетворить, допустим, свои желания, да, не можете это сделать, и вы нуждаетесь в этой самой апатии именно потому, что без нее вам было бы, ну, гораздо хуже. Без апатия вам было бы гораздо хуже. Без апатия вы бы постоянно структурировали, а так у вас, эээ, появляется, ну, какое-никакое избегание, вот, то есть, вы избегаете, эээ, избегаете простатства, эээ, таким образом, и тем самим защищаете, ну, вот, и тем самим сохраняете, эээ, здравый рассудок, вот, которого у вас могло бы не быть, вот, если бы, эээ, ну, значит, ну, апатий не было, не было. Поэтому я думаю, что апатия уйдет, эээ, если вы поработаете своими чувствами, вот, я рекомендую вам почитать книгу, эээ, шедерико с первого практикум по гестальт, эээ, терапии, вот, эээ, она поможет вам сделать первые, первые шаги, эээ, эээ, в сторону, эээ, обретение себя, эээ, ну, конечно, нужно понимать, да, что, эээ, многое завис от вас, эээ, вот, эээ, вот, и, если вы, серьезно отнесетесь к, эээ, работе, вот, то все получится, а если, ээээ, будете ждать, искать не дальше, то все может быть, останется на председательном уровне, на этом все, эээ, я надеюсь, что помог вам, эээ, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!